В ноябре 2020 года Росморпорт получил линейный ледокол проекта 22600 Виктор Черномырдин. Характеристики дизель-электрического ледокола проекта 22600. Экипаж 38 человек и еще до 90 человек спецперсонала или пассажиров. Водоизмещение 22258 тонн, длина 142,4 метра, что делает его самым большим в мире не атомным ледоколом. Мощность грибной установки 25 мегаватт, это почти 34 тысячи лошадиных сил. Ледопроходимость до 3 метров. Ледокол способен продвигаться непрерывным ходом в сплошном ледовом поле толщиной до 2 метров, что соответствует ледовому классу Айсбрикер-8. Проект 22600 оснащен двумя вертолетными посадочными площадками. Первая расположена в носовой части, она обеспечивает прием вертолетов типа К-32, легких К-62 и АНСАТ. Вторая, более крупная, расположена в кормовой части, она обеспечивает прием вертолетов типа Ми-8 и К-32. Кроме того, на ледоколе есть ангар, который обеспечивает крепление вертолетов типа К-32 со сложенными лопастями или вертолета Ми-8 МТВ со снятыми лопастями. Контракт на строительство дизель-электрического ледокола проекта 22600 был заключен в 2011 году с ОСК. Строительством ледокола занимался Балтийский завод в Санкт-Петербурге. Но в связи с большой загруженностью после спуска ледокола на воду ОСК приняла решение о его достройке на Адмиралтейских верфях. В 2020 году Росморпорт получил единственный линейный дизель-электрический ледокол проекта 22600. Посмотрим на темпы его строительства. Время от спуска на воду до передачи заказчику составило около 46 месяцев, 38 из которых достройка ледокола на плаву занимались Адмиралтейские верфи. На сроки сдачи Виктора Черномырдина значительно повлиял пожар, который произошел, когда ледокол находился в достройке на Адмиралтейских верфях. Пожар отодвинул сроки сдачи минимум на полгода. На этом все. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь и делитесь вашим мнением, будет ли продолжено строительство ледоколов 22600 и нужны ли более мощные неатомные ледоколы. Продолжение следует...